Вопросы трудоустройства инвалидов обсуждались сегодня в Харцисском городском центре занятости, где был организован круглый стол с участием представителей межрайонных центров медико-санитарной экспертизы Харциска и Макеевки. В первой декаде мая было подписано соглашение между Республиканским центром занятости и МСЭ. Это республиканские МСЭКи, проще говоря. Мы будем обсуждать вопросы практического взаимодействия между центром занятости, конкретно Харцисским, и МСЭКами, Харцисским и Макеевским, так как именно эти МСЭКи к нам наиболее часто направляют людей для решения вопросов трудоустройства, обучения и профориентации. Для предприятий с численностью более 30 человек государством установлена 5-процентная квота трудоустройства инвалидов. В прошлом году только 9 харцисских предприятий и организаций не выполнили эту норму закона. Если они не выполняют эту квоту, они платят обязательные платежи в бюджет за то, что они не трудоустроили инвалидов, не выполнили квоту. Впоследствии деньги, которые будут перечислены работодателями, они поступают в фонд социального страхования на случай безработицы. И в дальнейшем они будут использованы на создание рабочих мест для инвалидов. Как правило, работодатели, желающие трудоустроить людей с ограниченными физическими возможностями, подают заявку в Центр занятости с пометкой «Вакансия для инвалида». Если в вакансии уже пометка стоит, что для инвалида, конечно, мы будем предлагать это в первую очередь только инвалиду. Никому другому мы не будем представлять, потому что наша задача еще качественно вести подбор кадров для работодателя. Если работодатель уже выставил эти требования, то не в нашей власти что-то менять и что-то переделывать. Продолжение следует...